всем привет конец месяца значит подошло время снимать пустые баночки давайте начнем с бытовой химии и и тут совсем чуть-чуть вот такой это освежитель воздуха из фикс прайса аэр фрешнер кашмир и шелк ужасный освежитель вообще пахнет отвратительно непонятно чем какие-то цветы ну в общем неприятный наверно полгода у нас было использование думала никогда не закончится вот добили наконец-то ужасный общем аромат никому не советую особенно для маленького помещения это вообще все хотела его уже на работу отнести там большое пространство в туалете поэтому так и не отнесла в общем при секреты настроения маракуйя и гибискус вот такой вот он оранжевый позитивный быстро конечно они кончаются вообще нравится мне при его постоянно покупаю не знаю наверное опять на фэре придется переходить потому что не напасешься его ты если честно очень быстро заканчивается и вот такой вот закончился еще сив с микрокристаллами это с лимоном я его использовала для мытья ванны и раковины плиту и мыть мне не понравилось но не знаю может быть если там замочить какие-то загрязнения то тогда что-то еще от моешь а вот так вот если мы тереть то ничего он с плиты не отмывает а вот именно для сантехники мне очень понравилось и понравился аромат лимона такой свежий приятный так дальше уже уход пойдет у нас для волос закончился у него такой вот шампунь от эйван без сульфатов это мицеллярное очищение присылала мне его ему тоже спасибо тебе я уже пользовалась таким шампунем мне он очень нравится единственное конечно большой расход если вы хотите именно но пользоваться таким шампунем то рекомендую приобрести сразу 400 миллилитров потому что на 250 вообще даже ни о чем у меня волосы короткие и все равно на две недели на каждый день мой поэтому мне быстро он у меня очень ушел наверно за две недели но очень хорошо очищает и для жирных волос это вообще супер крутая вещь волосы дольше остаются свежими хотят конечно не привычны таким пользоваться потому что он совсем не пенится он имеет консистенцию бальзама и вот возюкаешь возюкаешь по волосам не как-то хочется вспенить а ничего не получается но так принципе шампунь хороший но вот для меня он не экономный получается тоже если так вот покупать то только большую бутыль так и еще закончился у мужа вот такой от head & shoulders обычный по моему классический маленький объемчик здесь был 90 миллилитров классный шампунь густой тоже для жирных волос очень хорошо и против перхоти и для профилактики перхоти ну в общем я думаю head & shoulders все знают поэтому не стоит о нем много рассказывать так следующее закончился у меня такой вот бальзам от сиос я при покупке не выбирала специально там ламинирование не ламинирование мне нужен был большой бутылек бальзама поэтому я схватила можно сказать первый попавшийся который был по приемлемой цене для нормальных и тусклых волос и вообще никак не ожидала что действительно это будет стоящая вещь что он действительно будет делать то что заявлено на упаковке обещают нам длительный зеркальный блеск легкое расчесывание ослепительное сияние 500 миллилитров это все правда когда вы его наносите начинаете там распределять до по волосам становится такой как бы скользкий и вот его моешь 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 кажется что не можешь его смыть и на самом деле вот он действительно как бы ламинирует волосы они не пушатся ничего не торчат в разные стороны даже если в этом укладку не делаете а просто сами по себе они высохли очень классный бальзам наверное как нибудь повторю и он такой не жидкий нормальный такой консистенции легкий он волосы не жирнит не утяжеляет ну в общем стоящая вещь даже не ожидала что он будет работать и вот у меня так получилось что вот это вот с эффектом ламинирования шампунь был и бальзам и в паре они вообще отлично работали случайно так подобралось это я уже потом под конец заметила так мы еще для волос у меня закончилась такая вот замечательная маска от faberlic последняя новинка из этой серии faberlic эксперт для активного питания волос с аминокислотами ну начнем с того что она очень красивая она такого сиреневатого цвета и с перламутром сиреневая перламутровая здесь наверно не видно видите да густая она никуда не стекает очень приятно пахнет прям вообще супер но какими-то не знаю фруктовый какой-то такой аромат может даже фруктово-цветочный ну прям как парфюм какой-то очень приятный тоже классно работает не перепитывает волосы ухаживает питает и наполняет силой ослепительным блеском действительно и волосы и блестят хорошие красивые ухоженные супер вещи вообще очень нравится мне эта эта серия faberlic эксперт но я сейчас faberlic не заказываю поэтому не знаю удастся ли повторить или нет но вообще кто заказывает присмотритесь даже не только к этой есть для блондинок тоже очень хорошая маска и я бы еще хотела попробовать с амлой зелененькую но боюсь что она будет утяжелять волосы как с маслом но вообще конечно очень хорошая вещь рекомендую так дальше гель для душа у меня закончился вот такой вот от эйвон это счастье с ароматом граната и фрезии был он такого розового цвета кстати говоря не очень он мне понравился но именно по аромату так то конечно хороший обычный гель но аромат такой яркий очень насыщенный с кислинкой граната не моё в общем использовала и ладно это у меня еще стоят с прошлого года новинки поэтому их потихонечку уже достаю так и для интимной гигиены тоже и на мне присылала за что огромное спасибо вот такой вот гель душ для интимной гигиены от белиты но это такой гель конечно не очень удобно было пользоваться из упаковки что-то минут протекло какая-то маска что ли люди вытирала вытирала наверно вот эта маска фаберликовская просочилась не очень удобно пользоваться из этой упаковки обычный тюбик давно так в принципе нормально мягкий никакого раздражения приятный такой нежный аромат быстро у меня конечно закончился он не очень-то густой такой и жидковатый я бы даже сказала но так хорошая вещь почему бы и нет можно принципе приобрести я думаю вполне бюджетный продукт и закончился мне вот такой вот спрей это иван энкам то розовый букет и кашемирс но ты ментаря спрей сам по себе хороший он ничем не хуже спреев одна из серии начерал но мне не понравился именно аромат этого спрея хочу попробовать голубенький может быть он будет получше мне подойдет понравится ну вот этот аромат мне не понравился поэтому сейчас вот гель для душа тоже в дальний угол задвинула как-то пока не хочется опять с этим ароматом встречаться посмотрим может быть через полгодика уже подзабуду и вообще может быть у геля для душа будет и совсем все по-другому так что будет по акции в общем куплю еще голубой попробовать но вот этот именно повторять не буду не очень так дальше закончилась у меня вот такое вот жидкое мыло это даже пенящиеся масло для мытья рук от фитокосметик восстановление тонуса и эластичности кожи очень понравилось аромат вообще на и приятнейший действительно и персик и мне кажется вот какой-то даже как лимонад что ли персиковый что-то вот такое вот такой густой при густой гель его нужно совсем чуть-чуть на руки хорошо конечно все отмывает но очень долго его смывать с рук приходилось но так в принципе очень экономичные продукты я его постоянно разбавляла водой потому что носики все засыхала но вот сейчас принципе вот этот бы можно было бы повторить более интересный чем вот кедром и орехами там прошлый раз я показывал тот как-то так себе вот этот вот тут чисто из-за аромата вообще классное мыло я уже про него как про гель говорю и вот такой вот крем гель для душа прислала мне и рачка тоже с маслами грейпфрута и манго это fresh fruit продаются в таких пакетиках их много всяких разных видов я брала как-то гель этот у нас крем гель а я брала просто гель и он был жидковат как-то мне не очень понравился и вот это я решила использовать как жидкое мыло потому что думаю гели очень много и когда там до него дойдет дойдут руки непонятно в общем думаю тем более из таких пакетов не люблю использовать думу перелью и буду пользоваться как жидким мылом потому что ароматы вообще в этой линейке потрясающим этот гель не был исключением кстати он очень густой очень приятно им даже немножко к желеобразный такой приятные мыть ручки похож он на йогурт кстати такого розоватого цвета и аромат просто тоже обалденный поэтому стоят они недорого рублей по 35 поэтому я думаю вот тоже в качестве жидкого мыла наверное как-нибудь приобрету несколько таких пакетиков здесь 200 миллилитров и буду с удовольствием пользоваться мне кажется это очень бюджетно и классно ну и если кто-то конечно хочет как гель использовать то пожалуйста тоже не возбраняется удобный такой формат можно брать с собой кто-нибудь спортзал или бассейн там где вы принимаете душ до баню там не занимает много места ну и вообще достойная вещь я вам скажу так это я уберу бы что у меня здесь мыло то еще не дай бог выброшу так закончились у меня два таких вот коктейля для принятия ванн это соль с пеной мелкий мелкий такой порошочек сыпешь ванну пакетик 100 грамм образуется пена ну вот именно вот эти два не давали такого сильного аромата приятный такой цветочный этот более фруктовый такой сладенький ну вот как-то показывала в одном из предыдущих выпусков пустых баночек не помню как назывался в сиреневом пакетике там вообще аромат был убойный там на всю ванну пахло и прям конкретно так даже прочихаться можно было а здесь аромат к сожалению улетучиваться ну все равно приятно попользоваться почему бы и нет такое баловство можно сказать понежиться в ванне побаловать себя и вот такая вот ароматизированная соль скрам для тела я открыла окно у меня тут ураган на улице но закрытым окном вот сижу уже второй ролик снимаю у меня просто уже вспотела и поэтому извините если сумм покупала такой пакетик в общем как скраб хотела его использовать но я в принципе так и использовала хватило на один раз это такая знаете как как мокрая соль никакого там аромата киви не было просто приятный кстати приятный такой какой-то аромат непонятный можно в общем использовать как скраб для тела а можно просто вот ванну добавлять там тоже он как бы на солевой основе да и будет и соль но и пена и соль вам я уже такие пакетики брала я потом вспомнила и мне не кстати не очень понравились но ты тут поприятнее я его использовала именно как скраб мелко солевой такой типа даже пилинга его сказал но все равно приятно было попользоваться но он по моему что-то рублей или 60 или 80 стоил не помню уже но как-то для одного раза знаете дороговато поэтому повторять не буду или буду может быть потом когда забуду я опять куплю как всегда так дальше закончилась у меня такая вот сыворотка для лица от эйваны new essential омолаживающая максимальная молодость кстати очень надолго этих флакончиков хватает 10 миллилитров она такая жиденькая оранжевого цвета вот я ее наносила как самостоятельно так и под крем быстро впитывается не липкая очень приятная ну не знаю как был увлажняет так кожу неплохо но омолаживает не омолаживает этого я конечно сказать не могу поэтому использовала использовала понравилось принципе не отказалась бы от целый но так конечно не знаю не могу проверить действие этой сыворотки плохого ничего сказать не могу поэтому нормальная вещь была дальше закончились такие вот диски ватные от леди коттан схватила такую большую пачку сколько здесь штук 150 плюс 25 офигеть можно в общем не понравились вообще эти диски они конечно такие толстенькие нормальный но такое ощущение как будто как синтетические то не сразу вот впитывался даже тоник ливанешь он бывает скатывается пока пропитается и в руках даже держишь неприятно он кажется как будто синтетика какая-то добавлена не знаю я так это на самом деле или нет я не читала каком-то другом языке нашла ну скорее всего здесь написано что это стопроцентный хлопок но с трудом верится не знаю если опять же не запамятую то покупать не буду а если забуду то скорее всего опять возьму так дальше закончилась зубная паста колгейт вот с прополисом было посты как паста когда нет ничего лучше покупаем что миллилитров принципе бюджетная цена большой объем чистит хорошо но не люблю то что она сильно пенится полный рот пены не нравится мне это поэтому вроде стараешься поменьше нанести но все равно покупала и буду покупать потому что иногда нет ничего стоящего или по адекватной цене поэтому все равно приходится покупать или как-то уже знаете по привычке больше наверно так мы осталось у нас директ декоративная косметика директивная карандаши от иван первый карандаш который мне недавно в пакете сюрпризе попадался с вот таким вот названием выбрасываю уже второй раз не нашла куда его приспособить такого там цвета на глазах его совершенно не видно и и водную линию подводила и как тени мне советовали not на руке вроде рисуешь красиво но на глазах вообще никак я вспомнила да что у меня уже был такой карандаш я его также выбросила так и вот такой вот еще серый его по моим в каталогах уже нет not пакете сюрпризе в одном из недавних заказов он мне тоже приходил поэтому не час пока 2 открывать не буду у меня другие есть по использую потом уже открою очень красивый серый цвет я обожаю от него прям как вцепилась так и без конца и мы красилась пока он не кончится классные карандаши поэтому тоже из этой же линейки глиммер стик да заодно и не линейки ну ладно что же поделать еще хочу пожаловаться на себя засохли у меня вот такие вот тени от марк это по моему темно-серый очень красивые тени они были сначала как супер устойчивые шли потом по моему стали кремовыми называться или что-то вроде этого или тату эффект в общем цвет обалденный я уже покупаю второй раз но если первый раз я хотя бы половина банки успела использовать то тут конечно нет я не знаю это можно покупать тем у кого мало косметики да у кого там двое-трое теней что постоянно от одними и теми же пользуюсь и тогда реально это использовать а у кого много всего я уже поставила на видное место под рукой чтобы пользоваться и все равно они уже начали крошиться очень красивый цвет все просто сидят как прибитые в ночь любила ими ночную смену дохожу накрасишься и утром будет поспал то там не поспал или просто все равно бывает даже просто зеваешь глаза слезятся никуда ничего не девается ну в общем то сначала хотела выкинуть потом решила реанимировать насмотрелась там роликов всяких и решила с маслом попробовать капнула туда масло у меня было масло розы но по дурости в общем не разобравшись я получается что как все-таки у меня эфирное масло было нужно было написано базовое масло какое-то использовать у меня получилось что я все-таки эфирного масла туда капнула постояли несколько дней пропитались тут я недавно села краситься начала краситься как давай у меня глаза щипать в общем побежала все быстро смыла ну и вот теперь получается что выбрасываю ну и повторять конечно не буду уже потому что какой смысл 200 с лишним отдавать рублей и быстро они засыхают вот год наверное просто ли может быть чуть больше года если бы хотя бы года на два их хватало там то реально было бы половину использовать ну очень жалко конечно и даже после того как я им маслом разбавила все равно начинаешь краситься они крошатся и вот эти вот крупинки попадают в глаза и тоже неприятно как песок получается такой эффект что ну как будто в глаз что-то попало постоянно так вот этот вот пробник у меня celebrate новая водичка от эйвен очень понравился хотя еще им толком не пользовалась ну вот подарила девчонкам на работе тоже пробники всем понравился аромат весенний цветочный тубероза жасмин принципе не жалею что купила полную версию поэтому ну конечно начинать все равно стоит с пробников я как-то рискнула без затеста в общем купила ну потому что аромат не дешевый больше тысячи стоит советую лучше пробник сначала приобрести так ну и перебирала сейчас лаки покажу что выкидываю то что отдаю не буду показывать там тоже около 10-15 лаков хочу девочки в общем квартиран ты у меня на другой квартире там девочка подросток у нее я вот собрала и хочу ей отдать а вот эти вот лайки я просто выброшу так а где он еще один вот этот лак уже очень старый классный конечно цвет такой голубой с золотом ну он уже загустел я последний раз им красила уже неудобно тянется он поэтому разбавитель тоже какой-то искать уже и думаю ладно не охота тут его принципе вот так вот осталось думаю уже так 300 лет пора ему отправиться на покой так потом выбрасываю вот такой вот лак от пупа у меня был в наборе черный лак и такой же бутылек шарики то вот эти бульонки или как они называются не получилось у меня сделать нормальный такой икорный маникюр в итоге шарики я выбросила ну лак в принципе еще можно пользоваться но я что-то у меня черный есть теперь красивые там с блестками не буду уже им пользоваться и очень тонкая кисточка неудобно так принципе лак хороший и ему уже не знаю сколько лет у меня но больше пяти наверное ну или около того и и он смотрите не засох и вообще ничего с ним не сделалось качественные лаки и решила тоже выбросить вот от эйвен вот эти вот блестки я их постоянно разбавляю разбавляю и в итоге сейчас вот вроде бы как разбавишь размешаешься нормально начинаешь поверх лака наносить и как-то вот одна жидкость блесток мало и получается в три слой эти блестки мажешь потом ничего не высыхает размазывается вот это вообще классно смотрится от на ком нежно-розовом тут конфетти по моему палочки такие и черные и белые такие конфетюшки уже решила избавиться что-то сейчас я уже такими блестяшками не крашусь поэтому нечего им стоять надо извиняюсь надо освобождать место под новые лаки вот такие вот у меня были пустышки не очень много в этот раз но все же что есть то есть всем большое спасибо за внимание до новых встреч пока пока